Вы слушаете канал GH.Club, как в средние века боролись с черной смертью. Черная смерть – это термин, который повелся в XIX веке для определения чумы. Эпидемия разгуливала по Европе в 1347-1352 годах. По оценкам исследователей в Европе умерло около 30 миллионов человек, а в мире еще больше, ведь эта страшная болезнь достигла масштабов пандемии. Само название «черная смерть» возникло из-за черных бубонов, воспаленных лимфатических узлов. Возбудителем этой болезни является бактерия Ерсиния пестиз. Ее переносчиками были зараженные люди, и блохи, которые быстро распространяли по городу крысы. Но это стало известно лишь в 1894 году, а до этого выискивали разнообразные мистические причины – кара Божья за неправедность, выравнивание планет, дисбаланс, юмора, тело, колдовство евреев. Но люди того времени не знали истинных причин, и не могли оказать правильной медицинской помощи больному. Они использовали то, что было им доступно на тот момент. Основой медицинских знаний были исследования греческого врача Гиппократа, Ум, 384-322 год до н.э., и римского врача Галена, 130-210 год от начала н.э. Кроме того, в арсенале врачевателей была религия, травничество, суеверие и даже порой магия. Часто лечение было просто неэффективным, а иногда и наоборот, вредило и ускоряло распространение болезни. Все эти способы можно условно разделить на пять категорий – использование животных, зелья, окуривание, кровопускание, бегство из зараженного места, лечение религией, карантин. По сути, только последний способ действительно оказывал хоть какое-то влияние на распространение болезни. Сегодня мы называем это социальным дистанцированием. Но, как и в наши дни, далеко не все исполняли предписания и соблюдали карантин. Так богачи за взятку покупали себе выход из закрытого города и уезжали в свои загородные поместья, тем самым только способствовали распространению болезни. Религия всегда считала себя выше всех других законов и богослужения продолжались. Люди искали защиты у Бога и пытались вымолить прощение и избавление от болезни для себя или своих родственников. Большое скопление людей на проповеди, да еще и традиция крестоцилования привело к тому, что эпидемия распространялась по городу еще быстрее. Появление и распространение чумы эпидемия началась на Ближнем Востоке задолго до 1346, но именно в этом году началось ее путешествие по миру. В 1343 году монголы под предводительством Хана Джанибека, 1342-1357 год от начала нашей эры, находились в Тане. На улице города один из итальянских торговцев убил монгола. Тану быстро захватили, но часть торговцев успели сбежать в Кафу, сейчас это город Феодосия в Крыму. Монголы осадили город и вместе с тем, стали переносчиками чумы. Габриэли де Мусси, итальянский нотариус, оставил записи об осаде Кафы. Итальянцы радовались, когда узнали, что в лагере осаждающих воины умирают от страшной болезни. Они считали, что это Бог защищает их таким способом. Ведь итальянцы были христианами, а монголы приняли мусульманскую веру. Но Джанибек использовал смерть воинов в свою пользу. В катапульты вместо идер зарядили трупы умерших от чумы. Так они занозили город, и злорадство местных жителей быстро прекратилось. Распространение черной смерти Фото www.worldhistory.org Кафа был портовым городом и несколько десятков жителей бежали от болезни на торговых судах. По пути они останавливались на Сицилии, потом отправились в Валенсию и Марсель. Эти торговцы распространяли заразу на каждой остановке, а помогали им уже упомянутые крысы с блохами. Постепенно вся Европа оказалась в огне эпидемии. Болезнь достигла даже Британских островов и Ирландии, где также пришвартовывались торговые суда с зараженными членами команды или пассажирами. Медицинские знания врачам еще не приходилось сталкиваться со столь сильными эпидемиями, да и болезнь развивалась стремительно, было всего три дня от появления первых симптомов до смерти. Врачи даже не могли посетить всех больных, не то, что справиться с болезнью. В XIV веке уровень медицинской науки просто не мог найти эффективную меру. Они использовали старые, привычные методы борьбы с болезнью кровопускания, целебные отвары, молитвы об исцелении, направленные Богу. Средневековое мировоззрение просто не позволяло выйти за рамки древних рецептов и советов общепризнанных авторитетов. Даже труды авторитетных ученых не были доступны в оригинале. Латынь к тому времени знали, но труды античных авторов доходили через Восток. Многие из них переводили на арабский, и уже потом, с арабского, снова на латынь. Было популярно учение Ибн Сины, также известном, как Авиценна, 980. Продолжение истории читайте на сайте jah.club Продолжение следует...